Доброе утро еще раз, друзья! Дом искусств – это то место, где сегодня находится наш яркий автобус «Утро на колесах» в эфире. И у нас в гости, обратите внимание, прекрасная Мария Романова, калининградка, которая занимается разведением… Кого бы вы думали? Да-да, те самые африканские ежи, о которых я говорил немного ранее. А если вы только к нам подключились, так вот, давайте вместе все про них узнавать. Мария, доброе утро! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, африканские ежи? Звучит, конечно, экзотично. Да, мы обязательно покажем вам, ежи здесь в студии есть. Сначала расскажите, почему африканские ежи, почему именно их выбрали в качестве своих питомцев? Так, ну, значит, они не ложатся в спячку. Чем вообще можно отличить наших ежей от именно африканских? Они карликовые, наши ежи, они, конечно, большие, очень больших размеров по сравнению с этими. Ну и все. Нет, я имею в виду, вы сейчас перечислили их, как бы, отличие от наших ежей, а что именно сподвигло вас завести африканских ежей? Вы увидели по телевизору, видели в клипе у знакомых, у кого-то, может, в зоопарк, хочу себе такого ежа. Кто вас заразил этим? Да, вообще, как бы, я решила открыть свое шоу, шоу дрессированных ежей. Узнала, вычитала, что, прочитала очень много книг о них, вот, что они очень хорошо запоминают, запоминают, идут по запаху. Поддаются дрессуре. Вот, они прям дрессуре не поддаются, но они, если один раз прошли по одному и тому же месту, то есть, следующий будет шагать именно по тому же месту. Вот, поэтому, как бы, решила начать фижей. Ну, и скажите, каких успехов вы добились по поводу именно, вот, если вы говорите уже про шоу, да, что выполняют ваши ежики, какие трюки, может быть? Ну, можно сказать, что сейчас они больше участвуют у меня в фокусах, то есть, у меня появились там немного другие еще животные, которыми я прям занялась полностью. А эти ежики, они умеют там подниматься по лесенке, проходить через колечки, конечно, они там брейк-данс не танцуют никому, поэтому некоторые ждут, что они сейчас там будут прям дрессуру прыгать, а лео. Да, да. Вот, нет, такое они не выполняют, четко идут по своей траектории, которую уже вынюхали. Вот. Ну, ведь это занимает время. Скажите, сколько часов в день, может быть, в неделю вы посвящаете именно занятиям с африканскими ежами, чтобы они выполняли то, что вы от них требуете? Конечно, каждый день не получается, но стараюсь хотя бы вот прийти с работы и вечером начать что-то с ними делать. Пока кормишь, за что-то они там сделают. А они вообще имеют какие-то клички свои? Да, конечно, они их зовут. Ну, давайте покажем хотя бы одного. Для начала возьмем в руки, понятно, что общий план есть. Ну, вот первый шустрик попался, конечно. Шустрик. Шустрик, он почти не складывается. То есть, другие у меня вот так сворачиваются клубочком. Видите, вы сами, он ни в какой не хочет. Вот. Бегает он очень-очень быстро у меня, выполняет все, что надо. Аккуратно, чтобы не упал. Вот. То есть, можете потрогать. Да, да, да. Очень-очень симпатичные. И именно они такие мягкие всегда. То есть, не бывает у них острых таких иголок, как у наших, да? Нет, они могут быть. Конечно, это просто ручные. Ага. Вот, ежики. Родина этого ежика Африка или нет? Или он разведен здесь? Это, конечно. Я себя чувствую сейчас Николаем Дроздовым. Программ «В мире животных». Нет, конечно, это уже ежик здешний. Вот, название африканское получил, скорее всего, из-за того, что они очень любят тепло. Я так думаю, конечно. Как зовут этого малыша? Вот. Шустрик. Шустрик. Ага. А кто еще в компании? Давайте по именам. Есть прям совсем беленький альбинос с красными глазами. Красавица или красавица? Это мужчина. Это Снежик. Держите, пожалуйста. Это Снежик. Снежика. Вот. Он самый такой раздражительный. У него сразу иголки вот так вот. Ну, не будем его раздражать. Он умеет, конечно, складываться, потому что он немного недоверчик. Ну, сегодня даже не хочет, видите? Да. Я бы показала. Кстати, мне кажется, он на меня похож чем-то. Только у меня глаза, конечно, не красные, но вот да, чем-то похож. Снежка, Снежик, привет. Снежик, Снежик, да. Привет, брат. Вот, тоже куда-то стараться. Хорошо, я понял. Скажите, а вот в принципе, если вы говорите о животных, какие у вас живут еще животные, как они сочетаются с ежами? Может быть, какие-то враги, кошки у вас живут, а они, может быть, не дружат в природе? Ну, на самом деле, ежи вообще почти ни с кем не дружат. Они стараются, даже если мимо бежит какой-то хомячок, они его обязательно укусят. Ух ты! Вот, они умеют кусаться. Ой! Вот это хищники, которым нужно, конечно, ставить привиски. Я знаю, даже змеи едят. Едят змеи, ежи едят. Да, 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 ежи, то есть они такие, что почти ни с кем, да. А чем вы кормите их? Кормлю кошачий корм, пиле отварное. Ну, мясо, мясо любят, конечно. Хорошо. То есть они за, фобус могут. А я знаю такую историю. Все мы в детстве, знаете, ловили ежиков на улице, оставляли у себя, типа, дети. А, я завел ежика. И ночью начиналось самое интересное. Они ночью начинают бегать, двигаться. Вот этот звук, который, знаете, ежи. Что с этими, с африканскими? Они ночью спят или тоже начинают двигаться, бегать, скакать? Вот эти вот звуки от когтей. Топот. Они все время, да, они все время фыркают ночью. Они все время двигаются. Это же ночные хищники. Да. Вам хочется спать. Мария, Маша хочет спать, а ежам подавай. Охоту. Вот. Стоит у них колесико такое. И это колесико все время у-у-у-у. То есть издает какой-то звук целую ночь. Поэтому иногда, конечно, ну, не я, я-то уже привыкла, но муж так уже старается меня к ним отправить. Могут ли они завести потомство вот в этой всей компании? Есть ли у них самка и самец, соответственно, и могут ли они принести вам еще потомство? Да, ну вот. Вот как раз я его и показываю. Это уже мой приплод такой, хорошенький такой пухлик. Да. Вот. Он замечательный, с рождения он. А собачек тоже они не любят, да, собачек? Могут подружиться с собачками? Ну, навряд ли. Собака все время будет лаять, стараться там это укусить. Этот все время будет фыркать, колоть его в нос. То есть дружба у них точно вряд ли получится. Вот. Ну, как бы сам по себе. Дорогие вообще они? Ну, 6 тысяч, 5 тысяч еж. 6 тысяч, 5 тысяч еж. Да. Я понял. Мария, спасибо вам большое. На самом деле, вот трогать их одно удовольствие. Это какие-то невероятно приятные существа, любопытные, я вижу, которые все время что-то нюхают. Они у вас в прекрасной форме. Я просто очень такой яро защитник животных. Я вижу, что ваши животные под защитой и в очень хорошей форме. Поэтому, что вы пожелаете нашим калининградцам вместе с вашей большой командой африканских ежей? Мы желаем вам здоровья, конечно, большого, огромного. Любите животных, защищайте их, кормите, если где-то пройдете и кто-то там просит покушать. Вот. Дружите, общайтесь. Спасибо большое вам, друзья. У нас утром была прекрасная гостья Мария Романова. Программа продолжается. Переде еще масса всего интересного. Спасибо, что к нам пришли. Спасибо большое. Погода. Что пригласили. Друзья, еще раз доброе утро. Ну что ж, если вы смотрите наш эфир уже с утра, можете наблюдать, что самое частое движение сегодня у меня и удар. И это вот это вот. Мы постоянно поправляем свои волосы, потому что ветер, ветер, друзья, сегодня 5 метров в секунду. А здесь у нас около Дома искусств он особенно чувствуется, потому что порывы достигают 15 метров в секунду. Поэтому, в общем-то, будете тоже сегодня делать вот так, как звезды на Муз-ТВ. Ну что ж, у нас сегодня 19 градусов ожидается. Потихонечку температура поднимается, солнышко светит. Конечно, это, опять же-таки, не предел мечтаний, но уже очень-очень приятно. А в Гданске сегодня плюс 18, там переменная облачность, тоже ветер до 14 метров в секунду. В Вильнюсе, как и у нас, там плюс 19. Ну что ж, а мы можем вздохнуть полной грудью, потому что ученые открыли искусственный лист, который будет генерировать кислород. Представляете, какое замечательное событие. А теперь наши экспедиторы могут летать в космос, колонизировать другие миры и даже, может быть, сажать деревья на Марсе. Вот такие вот замечательные новости, друзья. Всего лишь, что нужно для того, чтобы этот лист работал и генерировал кислород, нужно немного света и воды, что, в общем-то, можно найти в любом месте. И, кстати говоря, этот способ будет использоваться для очищения воздуха в городе, а также в офисах и других помещениях нашей жизни. В общем, вот такие вот замечательные новости. Я надеюсь, у вас уже хорошее настроение, вы собираетесь на работу и вас повеселить готовы уже мои коллеги. А мы сейчас уходим на небольшую паузу.